Знаете, друзья, я хотел бы сегодня просто напомнить одну известную историю и постараться, насколько можно оперативно поговорить в этом месте Писания. Это будет известная история, третья книга Сарс, 19 глава, первые четыре стиха. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илье и сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю своей душою того, что сделано с душою каждого из них. Видев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и придосел под можжевелым кусом и просил себе смерти, и сказал, довольна уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Судя по тому брату, я понял, что надо быть сегодня кратким максимально, потому что у него тяжелый день сегодня. Ну, знаете, друзья, мы вот прочитали историю о нашем брате Илье. И если мы читаем до этого 18 главу, то нарратив этой главы, он совсем другой. Настроение у той главы совсем другое. Знаете, Илья приходит к Ахаву, и он приходит, ну, знаете, с такой уверенностью, знаете, смелостью даже, когда его там вроде бы искали в три года, гонялись за ним по всему миру, а он приходит такой к Ахаву, и Ахав к нему, то сей смущающий Израиля, кто смущает Израиля, ты смущаешь. Знаете, он такой очень серьезный, он вызывает на состязание пророков Ваала. 850 человек, просто представьте себе эту картину. И он, скажем так, взял, сложно сказать, как-то выразить, но он взял на понт этих пророков Ваала, чей Бог круче. Надо помолиться в конце, за него будет. Друзья, знаете, вот нарратив той главы, он совсем другой. Там, знаете, эти пророки, они мучают себя, истязают, или там, мы читаем, он в хорошем настроении довольно, он знает, что Бог будет делать, и он делает определенные вещи, он молится Богу, и Бог являет чудо, с неба снизошел огонь на жертвенник, и все, и жертва эта пожрана, и все хорошо, и весь народ кричит, Господь есть Бог. Все прекрасно. Но, знаете, вот после этого, Изавель, как только об этом услышала, она говорит, пусть то и то сделают не Боги, если я не сделаю с Ильей, то же, что он сделал с этим пророком Ваала. И, знаете, вот Илья, вот он держался очень сильно, он очень хорошо держался прошлую главу. Но так получилось, что вот он, ну, не смог, не выдержал. И он просто садится под этот можжевеловый куст, и он Богу говорит, Господи, забери меня, пожалуйста, потому что я больше не могу, я не улучшу остальных, забери меня, пожалуйста. Знаете, человек, он дошел до такого состояния, что ему уже просто не хотелось жить. Это, знаете, не просто он там не выспался, или его там в 9 утра на спевку хора погнали, он там с утра, Господи, забери душу мою, потому что я не лучше. А ему, знаете, ему тяжело было, ему смерть угрожала. За ним Ильзавеля объявила охоту. И, знаете, вот он пришел в то состояние, когда он понимает, что вот он не может. Он пришел в это состояние морального опустошения. Когда до этого Илья, он 3 года, представьте себе, он мог скрываться. А тут определенная неудача, и все. И он уже не может, он не выдерживает. И, знаете, друзья, я вижу, что порой в нашей христианской жизни мы можем приходить к такому состоянию морального опустошения, когда у нас просто может не оставаться сил, чтобы дальше идти или чтобы жить эту жизнь. И, знаете, вот на примере Ильи я хотел бы немножко вкратце просто посмотреть, что может нашу жизнь, ну, так скажем, опустошить, и как Бог, в общем-то, поработал с Ильей, что он, ну, в итоге не умер. Он, в принципе, не умер. И, знаете, первое, конечно, что мы можем здесь ярко увидеть, что опустошило жизнь Ильи, что влияло на него, это, знаете, нахождение в постоянном стрессе. Потому что 3 года, представьте себе, 3 года его ищет весь Израиль, все Северное Царство со всеми войсками. Он 3 года скрывается. 3 года он где-то находится там в непонятно где, возле какой-то реки. Ему вороны приносят покушать. И, знаете, это же вороны, они не из царского стола котлету стащили. А кто-то говорит, что у Ильи было два чуда. То, что первое, что ему вороны приносили пищу, второе, что он от этой пищи не умер. Ну, задумайтесь, где ворон мог бы взять пищу? Он же не залетел в Минске, в Киевси, там заказ не сделал. Там другие условия были. И, знаете, не просто это все было. А тут потом река пересыхает. И тебе что от тебя остается делать? Бог куда-то говорит идти. Ты приходишь, а там у этой вдове и нет ничего, чем тебя накормить. Не просто ему было эти три года. И, знаете, вот его просто запас, он банально кончился. Просто на основании того, что это было не просто жить в то время и служить Богу. И, знаете, друзья, порой мы можем проходить такие жизненные обстоятельства, которые, ну, у нас могут опустошать морально. И, знаете, есть проблема, когда мы… Есть одно, когда Бог допускает определенную стрессовую ситуацию. Но есть моменты, когда мы свой стресс мы можем только усугублять. Когда мы можем начинать больше паниковать, мы можем начинать больше рассуждать или накручивать себя в каких-то вещах. Мы можем, если вместо того, чтобы где-то получить какое-то утешение, получить какое-то успокоение, мы можем концентрировать просто все свое внимание на тех проблемах, которые у нас есть. Они действительно могут быть тяжелыми. Они действительно могут быть непростыми. Но тот факт, что мы постоянно пребываем в этом состоянии стресса, не отвлекаемся на что-то другое, он может приводить к нас к этому состоянию морального истощения. То, что наш сил просто может не оставаться. Следующий момент, который был у Ильи, который мы видим на основании предыдущей главы и следующей. Знаете, то, что Илья был довольно самоуверенным человеком. Потому что та реакция, которая... Хотя, с одной стороны, надеялся на Бога, но с другой стороны, когда эти пророки Вала начали себя истязать, начали что-то кричать, пытаться как-то заставить, чтобы Вал послал огонь на землю, мы читаем, как Илья себя очень уверенно почувствовал. Он начал смеяться, он начал шутить, он начал довольно добротные шутки говорить про Вала. И это, значит, с одной стороны, это показатель того, что у Божьих людей есть чувство юмора. С другой стороны, это показатель того, что Илья довольно самоуверенно себя чувствовал в этой позиции. Что все, все сейчас будет хорошо. Я помолюсь Богу. И я буду, наконец, Божья слава, яйца, все увидят, что наконец-то Господь, Он есть великий Бог. И, знаете, это проявляется еще, когда он приходит к Богу и рассказывает про свое состояние сердца. И Бог ему говорит, он говорит одну из фраз, Господи, один я остался верный, даже от моих души еще. Он говорит, Господи, вот у него было такое отношение к себе, что он один остался святой. Он один остался такой вот хороший, прекрасный, Божий пророк. А все остальные, ну, они либо недостаточно святые, либо они поумирали. Вот отношение было, что я все равно, я что-то значу, я остаюсь таким вот самым-самым. И оно привело к тому, что это поспособствовало тому, что Он проявил или получил это самоистощение в своей жизни. Потому что, друзья, знаете, когда мы в своей жизни мы проявляем самоуверенность, мы обращаем внимание на какие-то свои успехи, мы обращаем внимание на какие-то свои способности, таланты, мы вроде бы, друзья, не говорим, что мы гордые люди. Но когда мы концентрируемся на самих себе, это, друзья, определенная форма гордости, которая Богу не нравится. Потому что, знаете, ты можешь быть самым помазанным Божьим пророком. И мы знаем, что после Моисея, ну, круче пророка Ильи не было. Потому что там на встречу с Иисусом пришли Моисей и Ильи. Бог очень сильно его оценивает. Но каким бы ты ни был помазанником Божьим, если в тебе есть вот эта самоуверенность, это то, что Богу не нравится, и что Бог становится против тебя. И вот само вот это вот отношение, что я как-то старался, а тут, Боже, у меня не хватает сил, я мог, а тут не могу больше. Друзья, это то, что приводит нас к тому, что те трудности, испытания, которые мы проходим в нашей жизни, они могут нас встречать больше, чем на то требуется, чем на то Бог рассчитывает. Когда ты смотришь на то, какой ты хороший, на то, что ты можешь, на то, что ты пытаешься решить какие-то вопросы самостоятельно, без помощи Божьей, это содействует тому, что твои проблемы, твои испытания, они проходятся сложнее. Твой внутренний ресурс, твои духовные силы, душевные, они уходят гораздо сильнее, чем должны были уходить. Следующий момент, который может нас опустошать внутренне, сильнее, это, знаете, преждевременное или завышенное ожидание от Бога. Потому что Бог, или, знаете, он настраивался, что Бог, вот он совершит чудо, и после этого все станет хорошо. Израиль обратится к Богу, Ахав покаяться, и Изавель, и Изавель там, может, казнят. И вроде бы, да, слава Божия явилась, но принципиально почему-то ничего не поменялось. Или ожидал, что наконец-то чудо Божие явится, ради этого он был готов терпеть, ради этого он готов был три года где-то там скрываться. И вот наконец-то, вроде бы в тот момент, великая слава Божия явилась, огонь с неба сошел. Весь там народ израильский, он орет, говорит, что Господь есть Бог. А ты смотришь, ничего не поменялось. И Изавель все так же хочет убить тебя. Пророки Вала, они все так же есть. Ты где-то чуть уменьшил количество, но они все еще есть. Памятники Вала, они все так же существуют. Друзья, знаете, порой мы в нашей христианской жизни, мы можем ожидать, что к этому моменту Господь уже решит мой вопрос. Стольких это годам я уже замужем буду. Стольких это годам у меня дети уже появятся. Вот, наверное, я буду молиться, где-то лет через пять, через десять Бог моих родных, близких спасет. А вот время проходит, а почему-то, почему-то не меняется. И, друзья, знаете, как бы это ни было бы тяжело, это не говорит о том, что, знаете, Бог нас как-то обманул. Ведь Бог не говорил Илье, что Илье, все будет хорошо после этого. Он не обещал. Это то, что Илье сам себя настроил. И, знаете, точно так же, друзья, часто, когда мы расстраиваемся, что Бог не ответил, Бог, ну, если мы будем честны, Бог не обещал, что именно в этот момент ответят. Он не обещал, что именно в таком-то году, в таком-то месяце твои родные и близкие не придут к Богу. Он обещал, что это сделает, но не говорил, когда. Друзья, знаете, когда мы начинаем Богу выставлять требования, что вот Он делает именно так и так, а Бог, Он не обязательно должен так делать, потому что Бог есть Бог, суверенный, Он делает так, как Он захотел. И, друзья, знаете, то, как мы настраиваемся, потом мы в чем разочаровываемся, это может нас опустошать просто на основании того, что мы сами так вот себя настроили. Не потому, что Бог плохой, а потому, что мы от Бога требуем не то, что нужно. И, знаете, вот такое ожидание у Ильи, наконец-то, все поменяется. Знаете, а ничего не поменялось, оно просто привело это разбитое состояние. Господи, ну, раз тогда, забери меня. Можно много еще рассуждать о каких-то моментах, но мы их опустим. Но, друзья, знаете, что мне больше всего нравится в этой истории? Мне больше всего нравится, что, в конечном счете, есть Бог, который сделал так, что Илья перестал хотеть умирать. Вот Он ложился под этот можжевелый куст с твердым намерением, что Бог его заберет, а Бог сделал так, что вот Он перестал у Бога просить об этом. Мешался Бог и начал что-то делать. И, знаете, мне хотелось, чтобы мы также посмотрели на то, что Бог начал сделать, и через это мы можем обращать внимание на то, как нам восполнять наши силы духовные или душевные, чтобы нам проходить те трудности, испытания, которые у нас, от которых мы устаем просто банально. И, знаете, первое, что очень поразительно, что сделал Бог, что не свойственно вообще верующим людям. Вот задайте себе вопрос. Вот мы, представьте, пришел к вам брат или сестра. Представьте себе, что вы пастор церкви, сегодня, тем более, старшего пастора нету. И представьте, что вот вы там, вам досталось микрофон, вы провели служение, после служения к вам приходит сестра или брат и рассказывает, как ему тяжело, и как, что ему уже жизнь не мила. и он хочет, чтобы Бог его забрал. Какая ваша реакция? Ну, знаете, я за вас отвечу. Мы бы как истинный верующий, мы бы за него помолились, мы бы дали ему наставление, мы бы сказали, как ему нужно поступать, что ему нужно исправить жизнь и отправили бы домой. А знаете, Бог вообще по-другому делает. Во-первых, что мы видим, что Бог дал Илье заснуть. И потом его будет ангел, но, знаете, будет его не с пророченским словом. Сын мой так тебе говорит, Господь, вставай и иди там. Но Бог ему просто разбудил, чтобы показать, вот смотри, есть лепешка, есть тебе что попить, ешь. Вы знаете, друзья, это очень недуховно звучит, но иногда лучшее лекарство от каких-то переживаний это просто пойти поспать и поесть, как бы это духовно не звучало. Вот Бог, Он обратил внимание, что вот Илье был стресс, или переживания, которые влияли на все сферы его тела, на все сферы его души, его самого, то есть на душу, на дух и на тело. Потому что смотрите, три года он скрывался непонятно где. Он, возможно, не мог спать по-нормальному, там не было двухместной кровати с хорошим матрасом возле этой реки. Приходилось ему спать, где получится. У той же вдовы, навряд ли, у нее было там издревле заготовлена комната отдельно для великого Божьего помазанника с мягкой кроватью. Скорее всего, он пришлось, ночевать там, где пришлось, где вот свободный угол был у этой вдовы. И Бог, знаете, посмотрев на него, просто позаботился о его банальных, базовых нуждах. Покормил, напоил и дал поспать. И знаете, друзья, есть моменты, где нам нужно обратить внимание на свое здоровье. Есть моменты, где нам нужно обратить внимание, когда мы, возможно, в отпуске последний раз были, когда мы, может быть, высыпались. И мы, конечно, сразу можем начать говорить о том, каким мы загружены, как у нас много детей, подобные какие-то моменты. Но, друзья, может быть, нам порой просто нужно свою жизнь привести в порядок с точки зрения нашей дисциплины, с точки зрения нашей организации. Может, опять же, ты не выступаешься не потому, что ты много трудишься пред Господом, а потому, что ты там, как уже брат упоминал, видосики смешные смотришь до трех часов ночи. А потом ты говоришь, ты какой-то загруженный, как тебя там устаешь. Может, тебе просто нужно отложить соседей и раньше лечь спать. Друзья, есть моменты, где нам нужно обратить внимание на свое состояние тела, на состояние своего организма. Но есть определенные границы, про которые Писание в Новом Завете говорит, что по печенью о плоти не превращайте в похоти. Потому что, знаете, когда мы перебарщиваем с нашими внутренними потребностями, потребностями, точнее, внешними, наши плотскими, то, друзья, это все равно не решает вопроса. Знаете, Бог ему дал или определенную порцию. Вот, есть лепешки, говорит, кушай, потому что перед тобой дальняя дорога. А, знаете, не создал ему все условия, чтобы просто, ну, говорит, с молодежным языком почились, и что он расслабился и дальше как-нибудь жил. Он просто восполнил те потребности, которые у него были. Проблема, друзья, когда мы слишком начинаем утопать в наших, знаете, плоских потребностях. Мы так устаем, что мы перестаем на богослужения ходить. И мы уже планируем, что мы то, как мы вечером проведем время, и в наши планы почему-то посещение вечернего богослужения не входит. Мы уже столько планируем, что мы там, и там в кафешку сходим, там в кинотеатр туда сходим, там и там, и мы из-за этого не можем в среди недели на богослужение попасть, потому что у нас все уже распланировано, нам нужно о себе позаботиться. Но, друзья, это все до конца не решает наших внутренних вопросов. И знаете, следующее, что самое важное, что ключевое сыграло роль в жизни Ильи, Бог повел на встречу с самим собой, с Богом. Он повел на то место, где Илья просто мог лицом к лицу встретиться с Богом. И это была важная встреча, потому что ради этого Илья 40 дней прошагал. 40 дней шел он до того места. И причем он шел из того места, Хариф, или по-другому Синай, откуда народ израильский 40 лет шел. Представьте себе, как долго и как быстро он шел. Но, братья и сестры, это то, что часто нам важно, что нам порой не хватает. Порой мы можем испытывать опустошение, просто банально из-за того, что у нас нет встречи с Богом достаточной. Когда наша встреча с Богом, она просто ограничивается дежурным исполнением религиозных обязательств. Мы помолились сколько-то минут сначала с утра, попросили у Бога благословения на предстоящий день, чтобы там это, это прошло хорошо, мы за пищей помолимся, чтобы не отравиться, мы в церкви помолимся, потому что, ну, потому что все молятся, потому что так нужно молиться. Но, друзья, у нас нет настоящей встречи с Богом, и это то, что может нас просто обезоруживать в нашем следовании за Богом, как бы это парадоксально не было. Когда мы испытываем трудности, проблемы, все валится из жизни, очень резонный вопрос, который нам нужно задать. А сколько остается Богом в твоей жизни? Сколько ты ищешь Бога? Ты можешь искать утешения в каких-то вещах плотских, в соцсетях, в развлечениях, в еде, в удовольствиях, но, друзья, это не заменит наших духовных потребностей. Встреча с Богом, обновление Божьей силы, Божьей благодатью. Именно после того момента, друзья, заметьте, когда Илья побыл на встрече с Богом, он после этого не захотел уже умирать. И знаете, что мне очень нравится, что даже вот эта вся встреча, там не было чего-то такого грандиозного с точки зрения пророчеств каких-то. Он не говорил, Илья, сын мой, все будет хорошо, не переживай. Вот просто он сказал несколько дежурных фраз, он указал Илье в то, в чем он неправ был и все, и у Ильи все стало хорошо. То, друзья, давайте мы будем стараться приходить на встречу с Богом. Давайте мы будем стараться даже находясь здесь, на богослужениях, нам испытывать эту встречу с Богом, чтобы нам не просто прийти с утра продемонстрировать всем, как мы устали, какая у нас была тяжелая неделя и как мы хорошо сделали, чтобы все-таки добрались сюда до этого утреннего богослужения. Но давайте, находясь в богослужении, и мы постараемся, приложим усилия к тому, чтобы нам соединиться с Богом. В наших тайных комнатах мы постараемся, чтобы нам иметь встречу с нашим Богом. Порой, знаете, друзья, нам важно к Богу прийти не просто, знаете, с красивыми словами, а просто рассказать Богу все, как есть, про наши дела, то, как они у нас идут. Знаете, Бог просто спрашивает, Илья, что ты здесь? Или зачем ты сюда пришел? Ну, Илья, знаете, не сказал, Господь, иди, не раб твой, позвал тебя, не ближе мне, возри на эту нечестивую изовель. Он просто сказал, Господи, пророков Твоих избили, я один остался, и мои души ищут. Он просто рассказал все, как есть у него. И знаете, вот такое вот простое искреннее общение с Богом. Когда ты, может быть, даже не во всем прав, оно может много чего менять. Когда ты искренне приходишь на встречу с Богом. Друзья, просто давайте мы искренне посмотрим в самих себя. Как уже сегодня брат упоминал, сколько у нас места в сердце остается для Бога. Чем наше сердце заполнено? Заполнено переживаниями, заполнено нашими скорбями, заполнено тем, как нам тяжело, как нам непросто. Еще во всем этом есть попытка просто себя как-то расслабить. Там посмотреть, там посидеть, это скушать, там погулять. А для Бога, в общем-то, не остается совсем места. Друзья, если бы Илья также, наверное, пытался бы решить свои вопросы, он все так же остался в этом состоянии, где ему жизнь не мыла и просто хочется умереть. Последний момент, друзья, который мы можем здесь увидеть. Знаете, он услышал определенные слова от Бога, которые, может быть, не очень сильно ему нравились, которые, может быть, не очень сильно соответствовали его ожиданиям. Знаете, почему-то Бог ему говорит, слушай, или вот сейчас будет там гром, ветер, и там Бога не будет. А потом, после этого будет тихий шелест ветра, и там будет Господь. Знаете, возможно, все, что ожидал Илья от Бога, ну, не было. Но Господь, тем не менее, начал к нему говорить. Друзья, что нам, как верующим людям, нужно не просто молиться, не просто, там, как-то, знаете, приходить на богослужение, громко кричать, а нам еще нужно стараться услышать, Господь, что же ты мне все-таки скажешь? Стремление вообще слышать голоса Божия. Это должно быть очень важно для наших духовных потребностей. Слышишь, что Бог говорит твоей душе. Не просто, как-то сверхъестественное, что там с ангелом каждый день кофе пьешь. Когда ты читаешь Слово Божие, ты слышишь, что Бог к тебе обращается. Когда ты приходишь сюда на богослужение, ты внимательно слушаешь Слово Божие, ты слышишь, что Бог к тебе обращается. Ты искренне в молитве к Богу обращаешься, и ты слышишь, как Бог в твое сердце говорит. И, друзья, вот это все способно решить, восполнить все эти вопросы, все твою усталость, все твое изнемождение, и дать тебе силы просто дальше идти. И, знаете, то, как мы видим потом, какой Илья сошел с этой горы, это совсем другой человек, то, как он дальше с другими царями довольно смело себя вел, и в конечном счете он смог до неба вознестись, то, друзья, конечно, мы проходим непростую жизнь. И суть проповеди, то, что мы можем убрать из своей жизни, мы должны убрать. Мы должны убрать лишний стресс, где у нас есть такая возможность, делать себе какой-то перерыв, мы должны быть менее самоуверенны, меньше обращать внимание на какие-то свои способности, таланты, на свою значимость, потому что Бог где-то может дальше, знаете, нам накидывать специально какие-то переживания, чтобы мы начали самих себе разочаровываться. У нас не должно быть каких-то завышенных ожиданий, в какие-то моменты мы должны просто настраиваться на долгую битву в нашем следовании за Богом. Но есть моменты, где нам нужно еще делать что-то, чтобы наши внутренние потребности не восполнились. В нужный момент позаботиться о своем здоровье, о своем настроении, но в то же самое время моя связь с Богом, друзья, она должна быть восполнена. Не просто, знаете, дежурные религиозные обряды. Я пришел в церковь, помолился, когда все помолились, вычитал нужное количество Библии за день. Но приложить усилия, чтобы встретиться с Богом, открыть свое сердце, рассказать про какие-то свои переживания, про то, как тяжело, про то, как непросто, и постараться тому, чтобы в ответ от Бога что-то услышать, как Бог обращается к тебе. И, друзья, это все поможет нам идти дальше. И эта Изавель ничего не сможет сделать в нашей жизни, если мы будем поддерживать этот близкий контакт с Богом. И, друзья, мы будем сейчас молиться. И, конечно, наверное, может быть настроение ввиду времени долгого молиться нет у никого. Но, друзья, вот мы вернемся в наши дома. Давайте мы посмотрим на то, как мы планируем проживать этот день, как мы планируем проживать предстоящую неделю, где мы собираемся быть, сколько мы Бога планируем иметь в нашем сердце. И давайте мы просто искренне себе зададим вопрос, достаточно ли будет количества Бога, чтобы мне справиться с теми проблемами, которые есть в моей жизни. Достаточно ли будет количества Бога в моей жизни, чтобы мне не опустить руки, чтобы мне не разочароваться, или мне все-таки нужно что-то поменять, приложить усилия. Но, друзья, я вам гарантирую на основании Священного Писания, если мы приложим эти усилия, то эту Изавель мы обязательно преодолеем. Имя Божие в нашей жизни. Прославиться. Давайте мы помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok